Ну, типа, поняли, да, в чём суть будет ролика? Я в любом случае не мог отыграть на каждом боге, на каждом стартовике большое количество игр, чтобы дать объективную оценку всем стартовым предметам. Поэтому хотелось бы обсудить с вами сейчас на стриме это всё. Было два варианта. Либо я делаю описание предмета, просто говорю, вот коса, она носит столько-столько-столько. Вот самоцвет проводник, он наносит столько-столько-столько. Либо я делаю гайд на кого что собирать. Но такая каша в предметах и такое количество, и их вариативность не даёт возможности назвать конкретные предметы для конкретного бога или на конкретную линию хотя бы. То есть слишком много всего и слишком всё вариативно. Поэтому всё это делается в виде подкаста. И начинаем, короче, соло-линии. У нас есть подвеска из твёрдой глины, есть топор-война. И что там ещё на соло берут чаще всего? А, ну и малый скипетр, да, допустим. Так как малый скипетр в последнем патче его чутка нерфанули и сделали хуже, я считаю... Ну как, нет, всё равно. Всё равно на соло-линию малый скипетр тоже некоторым зайдёт. Попадание по врагу базовой атакой поджигает его, нанося 12 физического урона в течение двух секунд, снижая его скорость атаки на 3,5. Монстры из джунглей получают в 4 раза больше урона, эффект сумерится до 4 раз. То есть, чисто теоретически, малый скипетр вот этот, он и джанглеру подойдёт, раз монстры из джунглей наносят больше урона. То есть, видите, какая каша получается вот с этими стартовиками. Как можно сделать гайд? Вот я обещнулся, думая, что это можно будет максимально по полочкам разложить. Ну, мол, вот эти стартовики, вот этим подходят. Типа, ассасины будут ходить только с кинжалом бубны, там АДК будут ходить только со стрелой, типа, которая мне дико заходит, да, вот позолочная стрела. А, соответственно, с этими стартовиками открывается очень много возможностей вариативных. Вот именно прям объективный, по всем параметрам гайд, но не получится сделать. Как я могу сказать то, что, типа, коса подходит всем АДК? Такого не может быть. Такого не может быть. Словно говоря, мы можем взять какого-нибудь уля, да, и, не знаю, взять ему малый скипетр, к примеру, да, или ещё что-нибудь подобное. Вот отсюда и вопрос. Поэтому мы начали с соло-линии, давайте, давайте продолжим на соло-линии. Итак, подвеска из твёрдой глины, топор воина и малый скипетр. Я видел то, что топор воина собирают часто, то есть он нам на соло даст физическую силу. Мы рассматриваем только стандартное соло, это воин, да, это физический урон, здоровье. Нанесение урона вражескому богу даёт вам 25 его здоровья, в остальном 25 единиц маны. Возможно, имеет смысл смотреть на апнутый предмет, чтобы, так сказать, смотреть в будущее. И понимать, что мы будем собирать. Давайте попробуем по подвеске из твёрдой глины. Две вариации прокачки. Это брошь из твёрдой глины и пурчаная твёрдая глина. Брошь. Враги, задетые вашими наносящими урон способностями, получают 25 единиц бонусного физического урона и 7,5% от их текущего здоровья в течение двух секунд. Много физической силы, здоровья, регена, куча. В пассивку мы понимаем то, что наш персонаж, который будет собирать вот эту брошь, то есть из подвески апать подвеску, он до самого лейта будет наносить урон способностями. То есть, это я к чему. На Белону подвеску нет смысла брать, потому что в лейте её основные способности, урон, ну, большой урон не будут наносить. И, скорее всего, Белона будет отыгрывать от автоатак. Это логично, как всегда было. Как и Эрлангшень, как и Асирис какой-нибудь, да? И у них задача будет именно дамажить рукой, ну, либо впитывать урон, как все воины делают, но это уже вопрос второй. Так, порочная твёрдая глина. Враги, задетые вашими способностями, получают ещё 75 единиц физического урона, а их скорость атаки снижается. За каждого врага, на которого действует эффект, ваша скорость атаки повышается на 15% до 5 врагов. Вот это уже интересней. Опять-таки, мы только что отмели Белону, Эрлангшеня и Асириса, но при этом порочная твёрдая глина даёт нам скорость атаки повышать на 15%, а у них скорость атаки снижает. То есть, что мы делаем? Мы, получается, видим в команде врага персонажей, которые имеют большую скорость атаки, допустим, то есть смотрим именно на их пик, на их пик, и, соответственно, можем сделать вывод, что порочная твёрдая глина нам подойдёт. Порезать им скорость атаки, увеличить себе скорость атаки. То есть, опять-таки, пример. Берём какую-нибудь Белону, Асириса, Эрлангшеня. Нам нужна скорость атаки. Мы собираем порченную твёрдую глину, видя в их команде других оптоатакеров. То есть, ну, условно, у них всегда должен быть АДК, скорее всего, который, скорее всего, пойдёт через скорость атаки, если это не какой-нибудь Донзабура, да, или Нейт. Мы режем АДК скорость атаки и смотрим на джанглера. Если у них автоатакер джанглер, то в целом порченную твёрдую глину собрать можно. Порезать им скорость атаки, увеличить нам физическую силу, увеличить нам в лейд замесах скорость атаки. Топор воина, да, мы посмотрели. Хороший стартовик, начальный предмет для воинов вполне себе. Нанесение урона вражескому богу передаёт вам 25 его здоровья, в остальном 25 маны. То есть, ну, это, скорее, уже предмет для такого, кто будет танчить. Много танчить, много принимать, да, допустим. Две вариации его, так сказать, апгрейда. Разделочный топор, топор героя. Разделочный топор, пассивный эффект. Нанесение урона вражескому богу крадёт у него 10% здоровья и передаёт вам. Экс срабатывает раз в 7. Физическая защита, магическая защита и здоровье. Так, разделочный топор в итоге крадёт здоровье. То есть, ну, понятное дело, что топор собираться будет на война, на того, кто будет очень толстым, так сказать, и иметь много защиты, много здоровья. Нанесение урона вражескому богу. Не написано, какого автоатака или скиллом, поэтому пофиг вообще, мы крадём 10% здоровья. То есть, кому собирается топор? Соло-войну, который будет у нас максимально впереди стоять, то есть на фронтлайне, который принимать будет много урона. Топор героя. Когда дружественный бог на расстоянии до 55 диз от вас оказывается под действием эффекта контроля, вы укрываете его щитом. Прочность в 15% вашего максимального запаса здоровья. Ну, собственно, то, что я и сказал. Вы собираете топор воина на того воина, на того соло-лайнера, который будет собираться в фулл-хп. То есть, смотрите, сам предмет топор героя даёт ещё сколько здоровья, защиты и снижения эффектов контроля. То есть, топор героя подойдёт для воина, который будет собираться не в урон, не в урон, а в максимальное количество здоровья, защиты и всего остального. То есть, ты будешь идти вперёд, будешь идти в замес, соответственно, будешь вешать щиты на своих союзников. То есть, отличный выбор для воина, который идёт на соло. И идёт в фулл-защиту, в фулл-дэп. Опять-таки, не забываем, да, то, что у нас есть порченная твёрдая глина для тех, кто будет резать скорость атаки и повышать её себе. И запоминаем, да, в голове Биллона, Эрланд Шейн, Осирис какой-нибудь. А топор героя подойдёт для какого-нибудь Гора, для какого-нибудь Геркулеса. То есть, очень много защиты, очень много здоровья, снижения контроля. И получается, у нас есть третий вариант, да, который мы будем обсуждать. Это малый скипетр. Опять-таки, смотри, вопрос, что лучше брать на Кухулина? Если ты, Кухулина, будешь собирать фулл-защиту, правильно? Фулл-защиту. Ну, либо у тебя большая часть предметов будет на здоровье и защиту. Я считаю, что топор воина. Я считаю, что топор воина. Опять-таки, если ты будешь собирать Кухулина в супер-пупер дамаг и наносить много урона, у нас есть малый скипетр, да, который, смотри, попадание по врагу базовой атакой, Кухулин это может, поджигает его, нанося 12 единиц физического урона в течение двух секунд и снижает скорость атаки. Монстр из джунглей, это нас не интересует сейчас, потому что мы говорим про соло-линию. Итак, собирая малый скипетр на Кухулина и добавляя к нему мистикл мейл, мы получаем овермного пассивного урона с Кухулина. Поэтому, чисто теоретически, малый скипетр ему зайдет. Но, опять-таки, если мы пойдем в фулл защиту, фулл деф и будем смотреть на командную игру, то, естественно, нам нужен будет топор героя, разделочный топор, что-нибудь такое. Но вряд ли ты Кухулина будешь собирать скорость атаки. Хотя мы можем это сделать, но нет смысла. Итак, малый скипетр, да, он у нас наносит пассивный урон врагам, которые задеты вашей способностью, да, 12 единиц в течение двух секунд и снижает скорость атаки. То есть, соответственно, мы видим в команде какого-нибудь условного Осириса, Билону, и можем против нее брать малый скипетр, если мы играем каким-нибудь, ну, опять-таки, условным Кухулином. Но нам нужно понять, во что мы можем обгрейдиться. Так, малая булава. Попадание по врагу базовой атакой поджигает его, наносящая 60 единиц физического урона в течение двух секунд. Ну, то есть, опять-таки, эффект сохраняется, просто он увеличивается и снижает его скорость атаки на 10%. У нас дается урон от базовых атак. То есть, ну, логично, да, предположить, что этот предмет зайдет и на Билону, и на Эрлан Шеня тоже. Здоровье, физическая защита, снижение урона. Малый потайной клинок. Если вы не получили, не нанесли урон в течение пяти секунд, то в нападении на вражеского бога, монстры джунгли или боссы джунгли, они получают физический урон в размере 15% их текущего запаса здоровья и замедляются на 20%. Урон от базовых атак, физ защиты, снижение урона. Но малый потайной мне не нравится. Лично мне не нравится. Я, по-моему, его только один раз попробовал. Мне не понравилось. Малую Балаву несколько раз пробовал. Собирал ее на Билону, если не ошибаюсь. В целом, артефакт прикольный. Но вот этот предмет, в целом, малый скипетр, он прикольный на автоатакеров, у которого есть еще какие-то пассивные нанесения урона. Типа Кухулина, да? Не знаю, все-таки для воина, на соло, для такого стабильного, который будет на фронтлайне, блин, ну ты не будешь на фронтлайне с малой булавой. Ну не будешь. Я бы выбирал либо подвеску, и именно порченную, да, вот эту, либо топор воина. Предметы для АДК. Великолепная коса. Попадание по врагу базовой атакой восстанавливает 2 единицы здоровья и 1 единицу маны. Базовая атака, наносящая урон по области, восстанавливает 50% от этого количества здоровья и маны, за каждого задетого врага после первого. Можно улучшить на досатом уровне. Нормально. Физическая сила, магическая сила, здоровье. Хороший стартовый предмет. Цена смерти, да, коса. Но у нас есть еще позолоченная стрела, которая дико мне заходит. Так как я мейн АДК, я вот эти предметы прям по несколько раз пробовал. У нас есть еще позолоченная стрела и кожаная накидка. Итак, стрела. Каждые 10 секунд вражеский миньон или монстры с джунглей с наибольшим здоровьем в радиусе 80 единиц от вас становится мишенью. На нем появляется такая штука, мишенька. Если вы наносите ему смертельный удар, то получайте 10 золотых. Восстанавливаете 20 единиц маны, а ваша скорость атаки увеличивается на 20% на 8 секунд. Можно улучшить на 20 уровне. Вот эта позолоченная стрела для меня лично, как для мейн АДК, это вообще мастхэв жесткий. Мастхэв жесткий в эрли игре, в самом начале. Когда вы только выходите на линию, у вас есть условный только кусок перчатки, да, или кусок сапога, кто как играет. Главное контролить крипов. Во-первых, сама игра становится в разы интереснее, как по мне, потому что ты должен будешь следить за миньянами, а не как обычно. Во-вторых, получать 20% скорости атаки на 8 секунд на самых первых ловлах это очень много. Очень много. И ты, играя каким-нибудь Аполлоном, у которого пассивка, да, настакиваете, и ты еще быстрее стреляешь. Это вообще прям, ну, мастхэв, мне кажется. И у нас есть прекрасный, как по мне, кожаная накидка. Она мне тоже нравится. Находясь в радиусе 66 единиц от дружеского нового бока, вы получаете 10% скорости атаки. Если вы в одиночестве, ваш скорость атаки... А, ваш скорость передвижения, увеличится на 5%. То есть, кожаная накидка отлично работает на до, опять-таки, для АДК. Ты стоишь саппортом, ты получаешь 10% постоянной скорости атаки, а не так, как в случае со стрелой. Хоть стрела и дает 20%, но здесь всегда 10%, когда у тебя стоит саппорт. И при этом, если саппорт уходит с линии, если саппорт уходит с линии, что немаловажно, вы начинаете передвигаться на 5% быстрее. Что же мы выберем? И кому мы выберем? Это очень тяжело. Честно, вот я на АДК играл, это очень тяжело. И... То есть, коса, вы хилитесь, условно говоря, с первых левелов очень удобно. Так как сейчас мета все-таки не изменилась в плане того, что вы идете через перчатку, то отхила очень много становится на первых левелах. Здесь вы получаете очень много скорости атаки, здесь вы получаете скорость атаки, и, если что, скорость передвижения, когда у вас нету. Поэтому, чтобы сделать выбор какой-то из этих трех предметов на АДК, нам нужно смотреть опять-таки на апгрейды и думать на будущее. Объятие смерти и смертельный нрав. Объятие смерти. Попадание по врагу базовой атакой восстанавливает 3% здоровья иманы. Базовые атаки, наносящие урон по области, восстанавливают вдвое меньше этого количества здоровья задеванного врага после смерти. То есть, объятие смерти дают нам много отхил. Есть еще смертельный нрав. Когда в радиусе 80 единиц от вас умирает враг, вы получаете заряд гнева, который увеличит урон вашей базовой атаки на 3,5% на 10 секунд. Если рядом с вами погибает вражеский бок, вы сразу получаете 5 зарядов. При этом, объятие, короче, много хилит, это много урона наносит. Ну, по сути, если коротко. Поэтому надо думать. Давайте со стрелой разберемся, потому что мне все-таки стрела больше нравится. Алмазная стрела. Убивая врага, вы получите 10 золотых и ваша скорость атаки повышается на 20% на 8 секунд. То есть физическая сила увеличивается вот здесь. Вот здесь меньше ее, да? У стрелы физической силы плюс 80, как бы. А здесь плюс 50. А, ну здесь тоже плюс 80. При этом есть магическая сила, да? И здоровье. То есть объятие смерти чисто теоретически можно собрать на магического АДК. Получить плюс 140 магической силы это охренеть как много. Ну и, соответственно, мы будем хилиться. Тоже жестко хилиться. А магический АДК с хилом, допустим, Аларун. Да, для Аларуна зайдет объятие смерти очень жестко. То есть здесь увеличивается, по сути, только баф. Ну и дается здоровье типа и базовая атака. Есть резная стрела. Вы получаете на 20% больше золоты из всех источников. Каждый накопленный 100 золотых повышает вашу скорость атаки на 1%. Блин, вот это вообще спорный предмет. То есть стрела мне нравится как мейну АДК. Только вырли, получается. Вот эти два предмета не нравятся, так как нравится коса. Алмазная и резная стрела, но это очень спорно. Типа, блин, копить голду вот на этом этапе катки, но это я не знаю. Эта игра должна очень-очень сильно затянуться. То есть вы понимаете, да, это предмет, который вы, скорее всего, будете апать в самом конце игры, то есть в максимальном лейте и фармить в лейте голду, но вряд ли уж получится, чтобы получить действительно какой-то очень жесткий прирост. Не знаю, спорно. Вот это спорно. Это просто вот резная стрела зависит, получается, только от времени катки и от голды. Алмазная стрела мне вообще не нравится. Базовый урон здоровья, базовый урон здоровья, не знаю. Коса в лейте в разы лучше. Для АДК в разы сильнее, но при этом Ирли. Если вы знаете, то, что у вас будет жуткий перефарм, и вы прям уверены в своем скеле, то, что вы перестреляете и быстрее уровень нафармите, но есть еще кожаная накидка. Вот накидка мне нравится, потому что накидка это уже более командная игра, а мы рассуждаем со стороны Канг Веста, поэтому давайте по накидке пройдемся. Находясь в радиусе 66 единиц Адружеского Бога, вы получаете 10% скорости атаки. Если вы в одиночестве, ваша скорость передвижения увеличится на 5%. Это мы уже прочитали, это круто. Хороший Ирли предмет. То есть, если кто-то уходит от вас, ваш саппорт, вы быстрее бегаете. Это хорошо. Если он рядом с вами, у вас постоянно 10% скорости атаки. Это очень круто. Давайте посмотрим, что она апается. Накидка Охотника, накидка Лидера, накидка Охотника. Находясь в радиусе 55 единиц от Адружеского Бога, вы получаете 25% скорости атаки. Если вы в одиночестве, ваша скорость передвижения увеличится на 10%. Плюс физсила, физический вампиризм и скорость атаки 20%. То есть, она и так дает 20% атаки, еще и 25, если кто-то рядом. Есть накидка Лидера. Получаете заряд численного превосходства за каждого Адружеского Бога в радиусе 55 единиц от вас. За каждого находящегося рядом Адружеского Бога, вы теряете один заряд численности превосходства. Каждый увеличивает силу Адружеских Богов в радиусе 55. То есть, второй вариант, вот эта накидка Лидера подходит. Если у вас очень слаженная команда и вы прям все-все для команды делаете. То есть, запомнили, закрепили, да? Давайте еще раз для тех, кто подтянулся. Коса идет и на физ АДК, и для мака АДК, для урона и большего отхила вот это вот, объятие смерти, которое просто разносит. Кстати, она зайдет и на Ау Куанга, он просто разнесет. Либо, если вы собираете пушку и прям уверены, что будете убивать и много урона у вас с руки, то смертельный нрав. Второе место. Накидка Охотника, не накидка Лидера, она мне не нравится. Накидка Охотника Мастхэв. И, опять-таки, третий вид это стрела. Позолочена, если вы разносите Ирли и уверены, что вы оверкапнетесь, перефармите и все в таком духе, то берете стрелу и апаете ее, наверное, наверное, все-таки в алмазную стрелу, чтобы убивать больше, получать скорость атаки и все остальное. Джанглеры получаются. Кинжал Бубны. Базовые атаки. Наносят 20 единиц чистого урона, а ваши способности на 30% больше урона монстрам в джунглях. Убийство монстров из джунглей исцеляет вас на 10% и восстанавливает вам 25 единиц маны. Сдают здоровье и ману. Наверное, мастхэв для любого ассасина, который вначале, как большая часть ассасинов и делает, наносит урон основной своими способностями. Мне не нравится он на кале, наверное, зато он апается в прекрасный молот Бумбы, который мы чуть позже обсудим. Давайте к другим вариациям. Глаз джунглей, который мне вообще не нравится. Вы наносите на 30 единиц больше урона монстрам из джунглей, победив крупного монстра, вы размещаете на его месте вард, действующий 30 секунд. Можно улучшить на 10 уровне. При этом, его начальные статистики лучше, чем у кинжала, как по мне. То есть, 10 фи силы, маг сила, скорость атаки и хп реген. Чисто теоретически, глаз джунглей бы зашел на магического джанглера. Кто у нас магический джанглер получается? Только у Куанг из жестких. Очень круто, оппозиционка. Очень жесткая оппозиционка. То есть, если вы знаете, то, что ваша команда не будет ставить варды, то глаз джунглей вам обеспечивает пассивные варды, так сказать, если и вы не собираетесь вардить свой джангл. То есть, глаз джунглей норм. Я его, честно, не собирал, не пробовал, но мне он и не нравится. Кинжал бумбы все-таки более интересная штука. Копье бумбы. Ваши базовые атаки наносят на 50 единиц больше чистого урона. Базовые атаки, это очень круто. А ваши способности на 50% больше урона лагерям в джунглях. Это уже не круто, потому что это идет лейт. Уничтожая любую из перечисленных целей, вы исцеляетесь на 10% ее здоровья, 10% вашего запаса и получаете 10 бонусных золотых. Я не понимаю, нахрена ХРС сделали на стартовые предметы вот этот вообще эффект типа больше, ну, 10% голды там, 10-100 золотых, еще что-то. Тут фисила, максила, здоровье мана. Здоровье мана и магическая сила. То есть, типа, копье бумбы можно собрать магическому джанглеру, да? Но опять-таки, на кой хрен мне нужны золотые, то есть золото, да, когда это уже лейт предмет? Это шестым, шестым слотом апается предмет. Это уже игра, которая перешла за 25 минут. То есть, голда уже, ну, она ни к чему, только банки нафармит. И мне еще в этом сезоне ни разу не доходило до того момента, что я банку покупал за 3000. Но при этом есть охрененный молот бумбы. Пассивный эффект. Базовая атака проведена после использования способности, а мы скорее всего в начале файта скорее всего будем всегда пользоваться какой-то способностью, наносить еще 80 единиц чистого урона. Попадание атакой, усиленной молотом бумбы, сокращает текущую перезарядку способностей на одну секунду и исцеляет вас на 5% максимального здоровья. Вот молот бумбы это вообще имба. Вот этот пассивный эффект это очень кайф. При этом есть здоровье, а на пробивание и сокращение перезарядки. Давайте посмотрим тогда на глаз джунглей. Усиливается он либо в провидца джунглей, либо в защитника джунглей. Итак, провидец. Вы наносите на 30 единиц больше урона монстрам из джунглей. Победив большого монстра или босса, вы можете видеть ворды в течение 10 секунд. Физ сила, маг сила, физ защита, скорость атаки. Скорость атаки круто для джунглера. Это хорошо. Физ сила, ну либо маг сила тоже круто. Какой-нибудь ауклангу, да, зайдет. Опять-таки вопрос. Вы наносите на 30% больше урона монстрам из джунглей. Это лейт уже. Это лейт. У вас уже будет сборка из 6 предметов. Типа, на кой хрен мне урон на 30% больше по монстрам из джунглей? Если они и так будут убиваться там с 2-3 ударов. Типа, ну не знаю, мне не нравится. Защитник джунглей. Находясь в джунглях вы получаете 12 сил и 12 защиты. Ужасно, ужасно, но при этом есть 35% скорость атаки. Это круто. Это круто, но мне не нравится. Вот честно, если объективно выбирать, я бы взял молот бумбы. Вот это мастхэв для почти 90% джанглеров, как по мне. Это больше на позиционку, если у вас команда прям на вардах все настроено будет. Не знаю, мне не нравится. Но это если вы в джунглях. А если вы не в джунглях, тогда получается у этого предмета у защитника джунглей вообще нет никакого эффекта. От слова совсем. То есть, если тебе вот здесь бумба будет давать урон, исцеление в любом замесе в литовом, защитник джунглей не будет давать ничего. 65 сил и 35 скорость атаки. Здесь еще нужно смотреть, конечно же, на базовые характеристики. Типа, здесь много силы и много скорости атаки. То есть, чисто теоретически, чисто теоретически защитника джунглей можно собрать какой-нибудь кали, которая будет ходить в джунглях и просто вырубать всех, на кого наткнется. Нет, до усиленной мы тоже не доходили еще. Когда вам попадает способность, усиленная печать получает заряд, эффект срабатывает по-разному. Способность при четырех зарядах происходит взрыв, который наносит 500 единиц магического урона врагам. Здоровье, маг защиты. Но это все для танка, да, и это пассивная способность. Это же опять, вы говорите, что мы до лита не дойдем в 80% матчей, но при этом рассматриваете усиленную печать, которая апается именно в лите. Как так? Кстати, если вернуться к стрелам и вообще к хантерам, то вот, кстати, стрела это забавный момент, единственный, наверное, артефакт, который вносит импакт от контроля крипов. Мы знаем, да, то, что при добивании крипов мы получаем больше опыта, больше голды, но все равно в смайти, как правило, на это особо внимание нет концентрации внимания на добивании крипов, а при позолоченной стреле есть концентрация, ты должен найти того крипа, на котором метка и убить его, чтобы получать баф, это забавно, это забавно и вот этот момент тоже хороший, прикольный. Ладно, давайте к магическим. Для магических у нас что есть? У нас есть пески времени, этот примет дает 2% регена маны за каждые недостающие 10% вашего запаса маны, можно улучшить это, понятно, тоже прикольно. У нас есть самоцвет, проводник, каждую секунду вы получаете заряд магической энергии, с которым ваша следующая способность наносить еще 2 единицы чистого урона без расходов все заряды. 20 зарядов можно улучшить на 20 уровне. Плащ вампира. Попадание по врагу способности восстанавливает вам 6 единиц здоровья и 6 единиц маны. Срабатывает один раз на цель и на способность так. Максила, физзащита, здоровье, магический вампиризм. Блин, вот магический вампиризм. А тут магическая сила 25. Пески времени, магическая сила, реген маны и сокращение перезарядки. Ну, давайте тогда, смотрите, давайте из Ирли. Пески времени для тех, кто страдает маной. Каждый маг, наверное, на меду будет страдать от маны. Плащ вампира для тех, кто будет у нас хилиться. Плащ подойдет для Анубиса и Ра, например. Для Ра нет, для Анубиса скорее да, чем нет. Пески времени для поса хорошо, для Афродиты для Хейли. Да, согласен, соглашусь с чатом. Для быстрых прокастеров самоцвет. Соглашусь тоже. Нам нужно понять, что во что апгрейдится. Итак, пески времени, которые подойдут нам, как чат предположил, для Афродиты, Хейли, для всех остальных, кто тратит много маны и кому требуется, максимально требуется перезарядка способность. Маятник веков. Этот предмет дает нам 4 манорегена за каждый недостающий 10% от вашей маны и 10 единиц магической силы за каждые 10% вашего запаса маны. То есть предмет собирается маг сила, реген и сокращение перезарядки. То есть предмет собирается тому, кому требуется максимально много перезарядки и максимально много маны. То есть мы максимально много маны выходим. То есть да условно альтернативная хроника погибая вы переноситесь параллельную реальность где вы еще живы и получать иммунитет к эффектам контроля и урону однако теряете способность действовать спустя 175 секунды вы возвращаетесь 25 процентов от максимального здоровья и маны эффект срабатывания чаще одного раза в 10 минут характеристики хороший маг силам маг защита физ защита и перезарядка но при этом изначально читаю вот этот эффект я подумал о том что типа это просто охренеть это просто очень мощно сильно и зайдет допустим да опять таки как чат пишет для тех у кого нет эскейпа сам вот этот момент с 25 процентами хп плюс вы не можете изначально действовать в самом начале просто вообще мне не нравится вот вообще мне не нравится поэтому я бы альтернативную хронику честно бы не собирал либо собрал бы ради рофла какому-нибудь хроносу какому-нибудь хроносу который да будет несколько раз условно выживать и откатываться то есть мне не нравится альтернативная хроника маятник веков опять-таки очень круто для сокращения перезарядки то есть нам нужно много кдр да и для тех у кого очень сильно мана проседает тогда у нас остается еще два варианта да это плащ вампира и самоцвет давайте смотреть плащ вампира пассивный эффект попадание по врагу способностью восстанавливает вам 12 единиц здоровья и 6 единиц маны дает заряд 1 вампиризма бла-бла-бла заряда могут накапливаться без ограничений то есть маг сила физ защита здоровье магический вампиризм круто круто если вы идете магом любым магом неважно каким и вам необходим магического империзма много альтернативной хроники да согласен откат слишком большой 10 минут но это вообще вообще ужас жертвенный покров ваши способности наносит на 15 процентов больше урона но расходует 5 процентов вашего максимального запаса здоровья тоже очень спорно блин но на 15 процентов больше урона для любого мага для любого мага у которого очень много берста урона который вот ваншоты типа сциллы какой-нибудь или анубиса который может ваншотать ультой вот это мастхэв мне кажется или хибо какой-нибудь да жертвенный покров очень сильный артефакт давайте самоцвет тогда посмотрим самоцвет архимага каждую секунду вы получаете заряд погибели с которым ваша следующая способность бонусный урон размере 2 процентов от вашей магической силы из расхода все заряды маг сила и реген и самоцвет сосредоточение сосредоточить каждый раз когда вы используете расходовать ману вы на 10 процентов получаете заряд который повышает скорость передвижения урона 3 процента также снижает входящий урон маг силы здоровья и реген маны но чисто визуально для лейта либо маятник веков либо жертвенный покров для меня мастхэв здесь много кдр то есть перезарядки и много много маны и маятник я бы брал какой-нибудь афродиты хель до жертвенный я бы брал бы блин да практически наверно любого мага самоцвет нравится только первый стартовика для ирли очень сильно лейт вряд ли до него дойдем конечно но лейт спорный давайте теперь перейдем на портом к танкам оставшимся давно у них все предметы крутые я недавно заценил военный флаг давайте с него и начнем помощь в убийстве миньона или монстры джунгли восстанет 6 единиц здоровья и 6 единиц маны всем союзникам радиусе 55 единиц и дает союзникам плюс 1 к скорости передвижения 2 скорости атаки на 8 секунд эффект сумерится до 10 раз физическая сила магическая сила здоровья и реген маны я сыграл на тэре вот с этим стартовиками просто офигел во что он тэра превращается опять-таки все под командную игру но как правило у нас гвардианы только и работают в командной игре поэтому военный флаг классно мой видос можете посмотреть кто не видел на тэре просто разнес просто разносил и вот представьте как будет круто если опять-таки смотрите вариативность ваш гвардиан если вы играете с другом в пати но или не с другом а просто у вас хорошая коллаборация даст тиммейтом берет вам флаг который дает вам скорость атаки да вот эти все эффекты а вы берете при этом позолочную стрелу в самом начале то есть представьте ситуацию да у вас его и первые левелы 2 левели вы выходите на линию вам дают скорость атаки и скорость передвижения позолоченная стрела вы убиваете миньона на котором метка и даете себе еще скорость атаки какой-нибудь аполлон с его пассивкой будет просто трепещать подарок часового помощь в убийстве вражеского миньона лимонцы из джунглей дает 7 единиц золота и восстанавливает 12 единиц здоровья и маны исчезает преодоление дружеских богов на расстоянии более ну короче нам нужно рядом стоять да получается пассивный эффект работает только тогда когда кто-то рядом стоит но при этом мы получаем больше золота и восстанавливаем себе здоровье физзащита маг защита здоровья и реген маны охрененный подарок часового на линию в самом начале вырли очень жестко заходит судя по моим ощущениям военный флаг более командный так сказать это если вы прям уверены в своем адыка подарок часового очень стабильный есть у нас что у нас есть доброжелательность при этом вы получаете только 90 процентов ожидаемого количества золота или опыта за убийство врагов если в радиусе 40 единиц от вас есть дружеский бог оставшийся 10 процент получает он здоровье реген хп а реген маны реген хп офигенный артефакт который помогает вашему адыка помогает вашему адыка много фармить золото и соответственно опять-таки под какого-нибудь дан забура очень сильно зайдет но при этом стартовой характеристики мне больше нравится у того же подарка часового либо военный флаг я бы военный флаг собирал бы для агрессивной игры на линии на дуо то есть если у вас агрессивный саппорт и вы агрессивно играете военный флаг очень сильно зайдет но давайте рассматривать лейд боевое знамя помощь в убийстве миньона или монстры джунгли восстанавливает 1 процент здоровья 1 процент маны всем союзникам в радиусе 55 единиц и дает союзникам два процента к скорости и 4 скорости атаки на 8 секунд и сила максила здоровья реген маны круто круто очень помогает опять так влиять замесах много бафов для команды это круто флаг спарты вот флаг спарты вообще имба нанося вражескому богу урон вы создаете на земле флаг который повышает силу союзников области 10 на 10 процентов блин вот это опять-таки для агрессивной игры для агрессивной игры флаг спарты очень очень круто и опять-таки повторюсь видос на тере когда чат мне посоветовал собрать флаг спарты тому доказательства там просто ну жесть какой разрыв если команда у вас хорошая агрессивная туда-сюда флаг спарта имба подарок часового что апается дар часового помощь в убийство дает 15 золотых и в остальные 3 процента здоровья маны не понимаю для чего апать опять-таки опять-таки тот самый эффект с золотыми монетами ладно мы разобрали до стартовики для хантеров и если вы играете через зеленый лук который оверкапнутый дает вам типа там ну голда дает вам оверкап голды дает вам там скорость атаки вы берете зеленый лук ну то есть там можно собрать какой-то билд интересный а вот эти вот моменты с апом голды в лейте когда вы уже апнули стартовый предмет то есть вам по сути голда нужно будет только на варды на банк и я не понимаю для чего не вижу в этом смысла объятия часового вы поровну распределяйте 100 единиц физ силы и маг силы между всеми дружескими богами в радиусе 30 процентов и собой если рядом нет союзников и получать только 50 50 единиц вот это в лейте очень сильно по 100 единиц физ и маг защиты это очень много деф это прям вот настолько много дефа то что я бы перекрыл бы все вот эти моменты с флагом спарты и выбрал бы все таки в лейте объятия часового потому что в долгосрочной перспективе как по мне в игре на в лейт игре когда она очень сильно затянулась объятия часового очень сильно дают это ну очень много прям жесть как много плюс маг защита физ защита здоровья и реген маны то что крайне необходимо любому вардиану так сказать этому объятия часового для меня мастхэв входящий урон дружественных богов радиусе 40 единиц от вас уменьшается на 15 процентов но не более чем на 100 единиц а этот урон получаете вы в виде магического урона если этот урон может вас убить он не уменьшается и не перенаправляется вообще крайне мне не нравится этот эффект маг силы здоровья регена хп реген маны это отвратительный эффект на самом деле отвратительная аура то есть вы принимаете урон который вы не получаете но якобы вы да таким образом пытаетесь спасти своего адека но опять-таки это апнутый предмет мы мы смотрим на объятие часового с его 100 100 физ и 100 маг защитой да и смотрим на сострадание на которое типа уменьшает на 15 процентов входящий урон я не знаю это в мега супер супер жир нужно собраться враждебность ваши базовые атаки наносит врагам и постройкам бонусный урон в размере 4 процентов вашего максимального запаса здоровья в виде магического урона типа ну команд это забавно это пушить это забавно это если прям опять таки вы мега-мега агрессируете и мега прям все пушите враждебность кстати можно собрать если вы очень очень рано в лейт вышли как я считаю то есть у вас вообще жуткий перефарм и все такое и вам вот нужно пропушить сейчас чтобы закрепить этот момент типа враждебность прикольно враждебность прикольно но опять-таки если смотреть на пассивные эффекты ауру объятия часового и смотреть на враждебность на команду кто выберет враждебность в угоду объятий в чин не знаю вот объятий часового по моему самый мастхэв флаг спарты кайф для агрессивной игры то есть баф союзников здесь охрененная аура просто здесь пуш но камон давайте еще раз первых это уже лейт это уже лейт и мы а по им скорее всего шестым слотом только вот этот момент то есть мы играем за гвардиана и рассматриваем ситуацию с сапом предметов к этому моменту когда у вас будет возможность апнуть враждебность у вас все будут уже 20 уровня вы так спушите на 20 уровне любое любую постройку за несколько секунд тут вопрос в том что если у вас нет возможности пушить то есть команда соперников очень сильно дефается а вы при этом но пытаетесь их спушить то есть они особо не дерутся и сидят под вышками да а вам ну нужно спушить враждебность возможно вам поможет и ну вот этот предмет кстати манера забрали на соло скверненная сталь он подойдет против любого соло лайнера но на соло берется предмет против любого соло лайнера который имеет хилл я не знаю вот этот предмет это для меня лично по моему мнению он ли на соло и он ли против афродиты хэль всего такого оскверненный амулент вы снижаете получение за эти врагами исцеления на 20 процентов исцеляетесь здесь на 100 процентов предотвращающего исцеления а то есть вот этот как раз таки предмет и собирается тем кто хилится против тех кто хилится получается то есть ты стоишь на соло условным против афродиты хэль гуан ю играя за афродиту хэль или гуан ю типа не знаю либо жонг либо но у всех у кого есть какой-то хилл то есть ты можешь оскверненный амулет собрать любому соло лайнера потому что как правило да соло лайнер скорее всего будет либо 50 на 50 в урон и деф либо фулл деф либо фулл урон то есть смотри здесь есть и сила и защита при этом если у них есть в команде хилы типа рак афродиты гуан ю еще кого-то плюс в лите будут очень сильно хилиться адыка в принципе нормально так попадание по вражеским играм снижает их исцеление на 50 процентов на 50 процентов и сила защита слушай ну вот это тоже жирно конечно просто банальные ситуации к чему вообще вот это все собирать оскверненный амулет если ты играешь персонажем который хилится либо способностями либо там но автоатаками как адыка ты собираешь оскверненный амулет чтобы тебе не резали хил а если ты собираешь то есть персонажа не в отхил то есть не имеешь своего хила но при этом в команде много персонажей которые хилятся ты собираешь оскверненный нагрузку что примерно так блядь мы разбирали это полтора часа чтобы понимали все эти старты кем полтора часа просидели разбирали эти стартовики и при этом самое главное понимать что это лишь мое мнение из того что я попробовал то есть это не какой-то тоже но это не может быть основой всего до для вас как гайд это не гайд это скорее всего просто как подкаст и обсуждение при мое мнение и плюс сообщение с чата которые вы уже пробовали что-то сделать поэтому но на youtube я так и сделаю я так и сделаю так и нарежу так и сохраню